Всем привет господа нажиманы! Опа! Очередная порция нажиманских бодрителей и улучшайзеров нажиманского настроения приехала ко мне с алиэкспресс. Сейчас мы вот так. Опа! Сделаем все, чтобы у нас было по красоте, чтобы ножики классно смотрелись, не бликовали и пожалуй что начнем. Я честно сказать очень долго расставлял вот этот топчик из пяти ножей. Это действительно на топчик все ножи. Топчик по своим местам, думал какой будет первый, какие будут последние как обычно как хедлайнеры наших распаковок, но так и не смог определиться, потому что каждый из них со своей изюминкой, со своими особенностями, каждый хорош по-своему. Но давайте начнем вот с этого. Ножик от компании Free Tiger. Была у нас уже распаковочка и обзор ножа от этой компании, сделаны по мотивам Широгоровского ножика. Ты смотри как продавец запаковал. Я тут у них узрел еще один, но как мне кажется довольно таки интересный ножик. Как обычно крафтовая коробочка, Free Tiger. Поначалу он мне показался очень таким странным, стрёмным и вырвиглазным. Но чем больше я на него смотрел, тем больше он мне казался привлекательным. Free Tiger. Как обычно тут мешочек для переноски и сам ножичек. И сам ножичек. Слушайте, но он прям такой тяжеленький, мощненький, тактикульненький. Собственно говоря, он таким сходу и смотрелся. На Аксис Локи, да, компания Benchman сейчас сказала, ну все, патент у нас кончился. Пользуйтесь, наслаждайтесь. Насечка на спинке, гладкий бэкспейсер. Утопленный, кстати, как интересно, сделано куда-то туда внутрь рукояти, а вот на лайнерах сделана насечка. Жестенькая клипса. Ну тут вроде все по центру, все как нам нравится. Ну и теперь готовы посмотреть на то, как это все дело тактикульное смотрится. Опа! Вот такое вот волнообразное вырвиглазное нечто. Ну мне вот, я говорю, сначала показалось что-то как-то так, что-то как-то так, слишком такой китайский дизайн. А потом я подумал, знаете, можно вот так взять, вот так взять, вот так взять. И, короче, это хорошо. Когда много хватов, это хорошо. Причем вот так, да, вот так, вот так, вот так. Блин, тут короче комбинации сколько угодно. Поэтому, да, это может быть смотрится не очень привлекательно, с точки зрения дизайна слегка вырвиглазно, но, блин, с точки зрения функционала это смотрится суперски. Тем более тут вот такой вот дроппоинт универсальный. Что-то можно вот так вот проковырять, проткнуть, так аккуратненько подрезать. Механика, кстати, люфтов такой вот, он невидимый, он еле-еле ощутимый. Ну, как бы это все регулируется, потому что, смотрите, механика. Он поди еще на подшипниках. Да, он на подшипниках. Тут можно еще подтянуть, люфтика не будет. И вот так вот летает клиночек. Короче, вот такая вот, есть в разных цветах, вот такая вот тактикульщина от китайцев. Может быть, кстати, с кого-то и срисовали. К слову сказать, смотрите, D2. Д2 регламентирует нам, что будет D2. Может быть, с кого-то срисовали, не знаю. Если кто-то узнал, если кто-то узнал кончик колющий, то скажите мне ножик. В общем, вот такая вот тактикульность, функциональность от китайцев. И следующий у нас ножик. А, я же приготовил, подождите, я же приготовил. Приготовил. Я же приготовил, как обычно, для тех, кто любит посмотреть заводскую заточку. Для меня на роли никакой не играет. Не проблема переточить. Я же приготовил листочки. В общем, вот от такой вот тактикульности, вырвиглазности, функциональности в спокойную классику. Сейчас нырнем. Следующий ножик у нас будет от компании Sanrenmu. SRM. Knife & Tools. У них ребрендинг произошел. У них подорожали ножички. Они нацелились, видимо, на европейский рыночек. Поэтому имеем то, что имеем. Никакой китайщины. Все так по-американски. Open написано. Они бы еще сделали так, чтобы открывалось хорошо. Коробочка. Вкладыш. На вкладыше все их штуки, которые они производят. Вот такие вот разные, красивые. И вот такой вот ножичек. Ножичек. Я что так удивлен. Он, он, я не думал, что он будет большой. Он прям такой большой. И тут тоже, видите, в классических формах есть частичка тактикульности. Стеклобойчик. Стеклобойчик. Фиксатор клинка сразу. Да, видим. Что это я про классику загнул? Нет, но он, в принципе, таких классических форм. Шпенечек чертов ненужный, который сжирает. Посмотрите, сколько клинка. И плавничок, и бафлипер. Полностью стальная штука такая. Увесистая, тяжеленькая. Ну и давайте посмотрим. Момент, как говорится, истины. Ну тут, как всегда, отличненько. У Сан Рэмки. Они же Рил Стил. Отличненький флип. Они умеют его делать. Ну, нож, похоже, что на подшипничках. Нож, похоже, что на подшипничках. Но я вам скажу, что вот клинок слишком тяжелый какой-то, малоинерционный. Смотрите, он так. Не хотя так, тыш, вываливается. Ну и вот такие вот формы. Мне почему-то они показались вполне себе такими спокойными, классическими, когда я смотрел на этот ножик. А так отдает приличным количеством, опять же, тактичности. Высокие спуски. Видно, что не очень тонкое сведение. Выраженный фальшик. Опять же, вот так, блокиратор. Замка. Замок фрейм мощный. Клипса глубокой посадки. Кстати, не очень жесткая. Бе-бе-бе-бе. Такая односторонняя. Вот что мне не нравится. Смотрите, не очень красиво обработали. Не очень красиво обработали винтик. Но собрано все хорошо. Все по центру. Мощная насечка выраженная. Такой здоровенький, хорошенький ножичек. Окей. Вот такой вот ножик. Все их обзоры будут, как обычно, чуть позже. На канале. Тут тоже с зоточкой. Вообще полный порядочек. Полный порядочек. Но этот мне прям так нравится. Что-то такое есть от... От Zero Tolerance. Вот такой вот ножичек от компании Sun Renmu. И дальше, как всегда, у нас идет троечка. У нас идет троечка лидеров. Троечки лидеров на третьем месте. Новиночка от компании CH. Восточно-персидские напивы от компании CH Outdoors. Опаньки. А что тут делает? Вот так. В общем, что-то тут делает реклама каменной рыбы. Я надеюсь, там не какая-нибудь каменная рыба. Смотрите. Это вот Petri Fit Fish. Коробочка весьма красивенькая. Вот так все открывается. И там ножичек. Наша новиночка. Жидесять на рукояти. Д2 опять же должно быть на клинке. Да, он вот такой вот изогнутый. Персовосточной формы. Ибо, друзья, ибо. Опять же шпеньки, которые скрадывают часть клинка, да. Хотя флипперочек. Ибо. Ну, а момент истины. О! Во! Во! Вот такое вот у нас дело. Облегченные лайнеры, я так вижу. Ну, и ножик сам очень-очень такой нетяжелый. Прям легенький. Прям легенький. Прям легенький. С балансом где-то в подпальцевую выемку. Лайнерочек заходит на начало. Пяты клинка. Никаких люфтов. И... И вот такая механика. Ну, все, как обычно. Все, как обычно, клево у C-H. На подшипниках нож. Причем, обратите внимание. Подшипники и какие-то здоровенные, огромные шайбы между G10 и подшипниками. И вот такой вот... И вот такой странный, довольно весьма странный вырез. Зачем? Я не понимаю. Кто понимает, скажите, зачем так открыли подшипники? Ну, открывается классно, одинаково. И за шпеньки. И за плавничок. Чего они везде делают односторонние клипсы? Ну, в принципе, она стоит в том положении, в котором мне нравится. Но могли бы от других позаботиться. Могли бы позаботиться и от других. Ну, в общем, для тех, кому нравятся этнические ножи, да, кто неравнодушен к различным этническим сериям, вполне себе зайдет. Слушайте, он прям так влетает в бумагу. Такое ощущение, что у него очень тонкое сведение. Высокие спуски. Вангую, вангую, что будет очень классный резачок. Смотрите. Смотрите, что творит. Опа. Кайфулечки. Если бы не остальные два ножа, можно было бы его вообще на первое место засунуть. Но у нас есть два хедлайнера. Опа. Теперь будет каменная рыба. Тоже новиночка. Причем я ее, причем я ее в таком самом обалденном виде оторвал. В самой лучшей расцветочке, которая была. Вот, смотрите. Здесь опять от каменной рыбы. Это типа купончик на 3 доллара. Что-то тут надо сделать, чтобы купон получить. Винтики. Интересное кино. Винтики это интересное кино. Первый раз вижу. И смотрите, такая вот царская штука. PF949 Wario. Подарочек такой. Царский подгончик. Бляха армейская. От Petri Fitfish. Они, кстати, всем подарочки ложат. Все, кто отписывается в обзорчиках. По традиции. Тряпочка. Примерно такая же, на которой мы сейчас смотрим ножи. О, темлячок. Опять же. А, это не темлячок, друзья. Это, ну не знаю, оно идет, не идет в комплекте с ножом. Или это вот такой подгон от продавца. Это на шею, как бы вот, ну типа такая штука. Сюда, может, что-то вешается. Такой, в общем, кулончик на шею. И вот такой вот ножичек. Вот в такой вот необычной расцветке. Это, друзья, новиночка, господа, нажиманы. Прям такая горяченькая. Ну вот она, она, она давненько уже выпущена была. С месячишку, может быть, с полтора. Ну вот только до меня добралась. Выпускается в карбоне. Карбон там какой-то у них блестящий. Карбон матовый. И вот в таком хаотичном это G10. Напоминает, как сказал один из моих подписчиков, семя единорога, размазанного по реликтовому дереву. Ну вот так вот. Посмотрите, обратите внимание вообще на клинок. Огонь. Огонь. Посмотрите, как обработан. Заглажен. Еще и какой-то стон. Вошек матовый на нем. G10 зашлифована. Кайф. Просто нажиманский кайф. Просто нажиманский кайф. Оригинальная клипса вот такая. Мягонькая, мягонькая, мягонькая. Но, наверное, будет хорошо держать. Нож на кармане. Никаких вот флиппер, никаких тебе шпеньков, ограничивающих длину. Ну и давайте что ли флипанем. Да, тоже подшипники. Все сейчас делается на подшипниках. Любители шайб идут мимо. Опа, некий. Обработка. Зацените, какой Stonewash. Это Stonewash же? Да, я думаю, это Stonewash. Просто как бит-блэст. Может быть, кстати, пескоструй какой-то. Ну, клин мне вообще нравится, как сделали. Видите, место такое под палец на клинок. Че выраженный. Ну, может быть, кто-то захочет тут насечку. Но я кайфую от того, что я сейчас чувствую. Смотрите, как загладили. А-ля Сибенза, да? Еще обработали. Ну, тут как обычно. Epic Trifid Fish. Их осевой. Странное вот местоположение насечки, которая будет упираться в палец. Насечка, правда, не очень острая. И лайнер-лок. И лайнер-лок, до которого очень тяжеловато добраться, я вам хочу сказать. В перчатке будет проблематично его закрывать. Но выглядит суперски. Мало того, что выглядит суперски. Толстоват, конечно, клинок. Он еще и суперски должен работать. Дроп-поинт и тоненькое сведение. У меня такое ощущение, что тут именно тонкое сведение, а не толстый угол. Ну, как? Мне кажется, клево. Нравится. Мне нравится. Будет ждать своего обзора. И, наконец-то, хедлайнер, друзья, нашей сегодняшней распаковки. Тоже недавно появившаяся новиночка у Алиэкспресс. На Алиэкспресс. Но она однозначно, друзья, становится на первое место. Потому что китайцы сподобились, наконец-то, выпустить реплику. Реплику легендарного складного ножа. Вот так вот. От Cold Steel. Легендарный Recon One. Recon One. Да, вот так вот они его. Ничтоже сумлящийся. Подделали вместе с оригинальной упаковкой. Вместе с клипсой. Вместе с клипсой стального цвета. Черный нож. Клипса черного цвета. Причем на ту же сторону. Блин. Странные они люди. Я продавцу напишу, что это, ребята, за подстало. Ну-ка, может быть, там еще есть? Нет, там ни черта нету, блин. Там ни черта нету. Причем известный-то продавец. Но, по идее, тут должна быть вторая клипса, которая переставляется на другую сторону. Че к чему, не пойму. Ибо клипса у нас вот так вот. Ну, а тут получается такого же цвета на эту же сторону. Ну, ладно. Напишу продавцу, может быть, дошлет к клипсу. Вот так вот выглядит ножичек. Оригинал давненько не держал в руке. Но, по ощущениям, очень похоже на оригинал. Такая же цепка, агрессивная G10. Бэкспейсер. Трай-адлок. Очень интересно, как он будет сделан. Шпенечек, да, и... Ну, и такая же, в принципе, механика. И клинок. И клинок, друзья. Наверное, это то, что прям очень сильно мне хотелось увидеть. Все это дело на шайбах. Пощупать. Разобрать. Посмотреть, как они там сделали замок. Насколько стойким они сделали покрытие. Как у них получилось воспроизвести легенду. Но, по внешнему виду, весьма и весьма похоже. Люфтец. Прям ощутимый такой. Видимый люфтец. Надо будет подправлять. Поджимать. Но, зато, механика сейчас, конечно... Ого-гошеньки. Как хороша. Вот оригинально тут как-то сделан замок. По-моему, знаете, какое-то подобие. Подобие колдстиловского триадлока. Но, хорошо. Будем, что называется, посмотреть. Будем, что называется, посмотреть. Разбирать. И обзорить. Сейчас проверим. Ну, бумажку строгает. Ну, как-то так махрит заточку. И будем закругляться. Встретимся на обзоре каждого из этих ножей. На этом с пятерочкой сегодняшних улучшайзеров все. Оставайтесь на канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok